Каждый сотый ученик Могилевщины этими днями пробовал свои силы в третьем областном этапе Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Интеллектуальные испытания проходили под бунт десяткам дисциплин, а участвовали ребята от 8 до 11 класса. Правда, были в этом году исключения. Про знания и амбиции поколения Z или зумеров расскажет Кристина Каранкевич. Третий областной лицей стал этими днями айтишной площадкой. Около сотни ребят со всей области участвуют в испытании по информатике. Его особенность в первую очередь в том, что программа единая для всех классов и для восьмых, и для одиннадцатых. Правда, в этом году здесь участвует даже шестиклассник из Осиповичской гимназии Степан Быховцов. Сам не планировал на Олимпиаду ехать, но так как появилась такая возможность, я на районной Олимпиаде хорошо выступил. И меня пригласили на областную. Я решил, что это будет неплохим для меня опытом. Ну, я думаю больше о том, чтобы, допустим, в будущем трудоустроиться, то есть получить образование хорошее. Сейчас их называют зумерами поколения двухтысячных. Они на ты с цифровыми сервисами и технологиями и уже сейчас знают, чего хотят от Олимпиады и строят дальновидные планы на жизнь. А кем вы хотите быть? Прогномистом. Ну, больше по робототехнике. Это информатика, то, что это очень полезный предмет, он может пригодиться почти во всем. И то, что такая работа очень распространена и популярна. Во-первых, просто интересно. Во-вторых, Олимпиада дает некоторые бонусы. Можно, например, поступить в университет, не сдавая ЦТ. Если взять первый диплом на области, можно получить 100 баллов по ЦТ по какому-либо предмету. Уровень третьего этапа областных Олимпиад, он практически такой же, как и заключительного этапа по учебным предметам. Поэтому тяжело, сложно. Но здесь лучшие из лучших собраны. Поэтому им под силу решать такие задачи. Самое зрелищное предметное состязание, конечно, те, где можно похвастаться в буквальном смысле золотыми руками. Это про Олимпиаду по обслуживающему труду. А еще физическими возможностями. Участвуют и девочки, и мальчики. Правда, здесь нужно готовить не только теорию. В практической части – плавание, четыре игровых вида спорта и общая физическая подготовка с подтягиваниями и отжиманиями. Так что, можно сказать, настоящая Олимпиада областного масштаба. И все же самыми популярными считаются состязания по иностранным языкам. В этом году свои знания, а заодно и стрессоустойчивость проверял каждый восьмой участник третьего этапа. Мне всегда, всю жизнь было интересно то, что нелегко давалось всем. Поэтому я выбрала китайский язык, как свой какой-то основной. В школе я учу основным английский, а китайский идет как кружок. Но на ЦТС планирую сдавать китайский. Целых пять иностранных языков сдавали на базе Могилевского экономического профессионально-технического колледжа. Среди объектов принимающей стороны – это самая большая площадка для участников со всего региона. Самая сложная, что было для вас? Для меня я немного недовариваю грамматику. Мне не нравится грамматика сама по себе. У меня хорошо развита разговорная речь, но по грамматике, ну так. То есть грамматики надо в следующий раз уже поднажать? Да, грамматику надо больше уделить времени. Хороший результат появляется только из-за того, что если ты будешь стараться, если будешь верить свои силы и много учиться, и учить этот язык, то так и все получится у тебя. Призеры областного этапа в конце марта отправятся представлять нашу область и уже соревноваться за место на пьедестале Республиканской Олимпиады. Могилевщина станет базой для умников и умниц со всей страны по математике, физике и астрономии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова